Полиция начала проверку законности действий Березняковской сетевой компании при установке общедомовых теплощетчиков. Напомним, в октябре прошлого года ресурсники известили местных потребителей, а это жители более 100 многоквартирных домов, что принудительно установленные у них приборы учета необходимо оплатить. Счета за установку исчисляются в сотнях тысяч рублей. К примеру, жильцам дома 15 на улице 30 лет Победы такая услуга стоила более полумиллиона. Насколько законы требования коммунальщиков будут выяснять правоохранители. К новостям мировым, Международный Олимпийский комитет отказал 15 представителям российской сборной в приглашении на зимние Олимпийские игры. Спортивный арбитражный суд 1 февраля оправдал 28 наших спортсменов, обвиненных в использовании допинга и отменил их пожизненную дисквалификацию. Однако, несмотря на судебное решение, комиссия посчитала, что по 13 спортсменам и двум тренерам остались нерасследованные вопросы, что и послужило причиной отказа в приглашении на игры. В их число попала и Татьяна Иванова, выступающая в санном спорте от Пермского края. А тем временем погода бьет свои рекорды. Балканский циклон, обрушившийся на центральную часть России, вызвал снегопад, подобного которому не было уже сто лет. Всего под влияние циклона попали 13 регионов России. В Пермском крае аномальные снегопады ожидаются лишь в северных районах. Однако, на остальной территории синоптики ожидают усиление ветра. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова.